К слову о том, пробовали вы сами лечиться? О, я-то лечусь, естественно, не только здесь. И мы сегодня говорим об уникальности Индиго-Магнитогорска, потому что здесь именно уникальное оборудование. Какое? Об этом в этой передаче и чуть дальнее. И мы покажем, что уникальность в совместности с опытом работы позволяет вам делать практические чудеса. Век живи, век учись. Тема, с которой мы вместе с врачами медицинского центра Индиго-Магнитки нашли подтверждение. Потому что опыт, сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг это лучшие слова бывшего арапа, а ныне признанного поэта России Александра Пушкина. И они говорят об уникальности. Что касается уникальности, так вот, надо пробовать. А лучше, когда проба в лице автора, коим я и являюсь. И чтобы всем стало ясно, где Индиго? И это лучшее место на улице Советская, 195А. Все рядом. Труда, торговые центры. Все рядом. И зона доступа 45 секунд от маршрутки. К слову, об уникальности технологии. Я частый гость и гость не местного разлива. В некотором смысле, Турция интересней. Но в Турции, а она практически в лидерах по оснащению медицинских центров, таких вещей нет. Но эти вещи есть в Индиго в Магнитогорске. И вопрос, кто как работает здесь в идеале. Мне больше нравится, когда человек, реально заплативший сумму весьма адекватную, получает лечение вовремя и на лучшем уровне. Насколько это хорошо? А насколько это хорошо? Центр, который должен был бы деньги зарабатывать. Насколько он напрягает нас? Вы думаете, что он вас напрягает? А давайте зайдем и проверим, напрягает ли он нас, тот самый замечательный центр Индиго для взрослых и детей. Я расскажу про себя. Ну, чтобы стало понятно. Во всем капиталистическом мире есть платная и бесплатная медицина. Я всегда с осторожностью относился к платной, хотя с некоторого времени являюсь ее сторонником. В чем разница с российской бесплатной медициной? В чем? В том, что все идет по плану, а не ах как. Хорошая тема для тех, кто ценит время. Вы знаете, но о здоровье надо заботиться. К слову, частная медицина в конкурентной борьбе с типой бесплатной. Но поверьте, лекарства как за бесплатно, так и в частной клинике стоят денег и немалых. То есть, когда сумма от нескольких тысяч рублей, начинаешь понимать, что может проще к другому доктору. Я не противник медицинских учреждений, я сторонник онных. Иногда в силу возраста молодежь, зная английский и работая для души, рулит. А почему нет? Поверьте, с моей болячкой часть меня это часть платной медицины. Но вопрос прост. Есть страховые. А вы не знали? Можно напрячь и страховую. Вы же платите, пусть они и работают. Третий вариант. А насколько это дорого в России? Я не говорю, что у нас все плохо. Нет, по уровню онкологии мы в пятнашке лидеров. Не идеал, но круче, чем большая часть стран капитализма. И теперь, а именно платная медицина в России, это не один год. А по сути, поколение выросло через платную. В чем это плохо, то... К слову, в большинстве случаев в платной медицине вы увидите то, что я в природе не видел. Вы видите все это своими глазами. Теперь, какое лечение? Я был реально поражен. Я реально поразился, как идет лучшая работа. Почему лучшая? Потому что лицо мастера вызывает большее удовольствие. Ему здесь хорошо, ему или ей. Достойная и нормальная заработная плата и желание творить. И почему интерес? Вот вы представьте, чтобы вы пришли не в зону, а на качественную свою работу. Как бы вы старались, когда было бы все красиво? Я бы не покладал рук. Как это делают здешние доктора? Вы сюда пришли, вам это здесь нравится? Да, мы здесь уже на протяжении трех лет, мы довольны. То есть вы довольны, да? Да. Взять, к примеру, то, как мы работаем с мозгом. Ну, так чтобы вы поняли. Мы используем его, ну, максимум на 10%. И грузим его не по-детски. Так сложно, что иногда необходимы качественно другие исследования. К слову, те, кто имеет опыт в 30 лет, ну, кто взрослый и молодежь. Так вот, у молодежи, и это перегруз с молодых корней, они уже с детства окружены электронными устройствами. Это реальный перегруз. Или мы пинали футбол и катались на великах, или сейчас. Решаем проблему, используя большее качество, которое есть в Индиго. Теперь вопрос для взрослых. Потом, как оно прокатилось? Я часто бываю за границей, так вот, кризис это только у нас. Что такое кризис? А для руководства это реальные проблемы. Причем, как-то получается, что семья, а именно супруга это не понимает. И вот тогда башка варится не по-детски. Где решаем? Опять в Индиго, в Магнитогорске. Вот смотрите, бизнесмены у нас сложная проблема, да ведь? Да и вообще мы будем говорить о том, что наша жизнь не является качественным удовольствием, да? Кто-то бухает, кто-то курит, кто-то еще всякой галибердой занимается. А есть люди, которые должны расслабиться. Как мы это можем сделать для них? Мы можем пригласить наш центр для того, чтобы в комнате эмоциональной разгрузки провести прекрасное время. Прекрасное время, что это такое? Это музыка, это удовольствие. Какое оно удовольствие для человека? То есть надо же объяснить, что разгрузка необходима для вас. Она действительно необходима, вот для каждого. Для каждого человека необходима разгрузка. Психоэмоциональная разгрузка, особенно в наше неспокойное время, она очень необходима каждому. Особенно бизнесменам, которые сталкиваются со стрессовыми ситуациями каждый день. Мы можем пригласить в комнату эмоциональной разгрузки к нам в центр. И здесь уже предоставить такую услугу, как экспресс-отпуск. То есть за 30 минут, лежа в комнате с затемнением, в присутствии легкого света, света лампочек, изображающих небо. И под музыку, которая подбирается индивидуально под каждого человека, мы предоставляем вот такую вот расслабляющую процедуру. Вопрос возникает, на сколько это дорого? Это 150 рублей стоит. Это какие-то бешеные деньги, я считаю, да? Или нет все-таки? Я думаю, что у каждого найдутся такие деньги. Даже не нужно быть бизнесменом, чтобы найти 150 рублей для того, чтобы прийти и провести полный релакс для себя, любимого. Ха-ха, что-то странные цены. Вот, вот, вот. Я про то. Я вначале не стал говорить. Но цены, да я бы посмеялся. Вот куда идти-то надо. И не говорите, что это дорого. Совсем недорого. Но такие условия в Индиге в Магнитогорске. Нет очередей, нет и все. Врачи и персонал вас реально любят. Не верите? Но поверьте, будут другие сюжеты. Будем говорить, и вы будете свидетелями того, что даже, даже, даже пенсионеры, российские, получающие смешную до безумия пенсию, могут это сделать и делают это. Потому что желание жить, не отравить, не уничтожить. А сумму 150 рублей одолеет и пенсионер, и дитятко. Мне говорят, что это дорого. Насколько дорого здесь заниматься вообще? 150 рублей полтора часа. Это не дорого, по сути? Это очень дешево. То есть мы говорим, что удовольствие у нас полные штаны? Удовольствие. Огромное. Просто наслаждение. От присутствия здесь, от тренировки, от нашего тренера Жаны мы получаем просто огромное наслаждение. А 150 это вообще бесплатно, я считаю. То есть мы говорим, что здесь дешевле, чем здесь в других местах? Да, бесплатно считают. Практически? Она у нас благотворительная, у нас всякие занятия, во-первых, каждый раз разные у нас. Один месяц там по йога женская, другая йога, понимаете? Всякие упражнения меняет, во-первых. Во-вторых, она нам по ходу уже занятий различные, ну не лекции, но беседы ведет. Как нам нужно молодиться, как нам нужно быть красивой, стройной, думать о себе, за собой как ухаживать. В общем, мы уже седьмой год ходим к ней девочками. Седьмой год? Седьмой. Не торопитесь. Седьмой год вы пенсионер ходите? Да. У пенсионера, как правило, денег нету, по сути событий. Оказывается, есть? Ну, вы работаем некоторые еще. А, ну понятно. Но тем не менее, все равно хорошо. Нет, достаточно. Теперь про уникальность. А вы думали про цены? Нет, ребята, есть уникальные врачи. Почему уникальные? Потому что про свою зарплату они не думают. Вы бы хотели бы так работать? Я бы, да. Пришел, отработал и сделал идеал. Ну в чем это плохо то? И получил то, что нужно? Я не говорю про большие деньги. Мне тысячи долларов реально хватит. Я знаю, как спокойно жить в неспокойном мире. Может, они получают и больше, я не знаю. Но удовольствие на лице я-то вижу. Без этого никак. Вы не верите, а зря. Мы готовы вас пригласить. Просто посетите и, поняв лучшее качество и отменных докторов, все станет ясно. Просто зайдите и посмотрите. Вы же пенсионеры, да? Да. Пенсионеры у нас получают среднюю пенсию 150 долларов, да? Ну, у меня вот 13 с половиной тысяч. И все равно вы можете идти и... И вот вы знаете, я во всем себя ущемляю и иду сюда. Потому что я вот первый раз, сколько я встречаю врача, я первый раз встретила такого прекрасного, мудрого, доброго врача. До чего он грамотный, вот это вообще... Я просто перед ним преклоняюсь. Он очень хорошо нас лечит. И вот вы знаете, я пришла очень больная. У меня было давление высокое, с сердцем проблемы были, сон плохой был. И вот, пожалуйста, вот иглами вот лечились. И, пожалуйста, у меня наступило улучшение. Давление снизилось. И нет такого теперь, что вот я ночью встаю, по пять раз снижаю давление. И сон улучшился. Ну и вообще настроение совсем другое стало. И вам не нужно никуда бегать, потому что... Нет, я теперь вообще никому не хожу. Только сюда? Вот только сюда я теперь хожу, к этому врачу, которого вот я полюбила. До чего грамотный, умный врач. И просто вот дар божий, что ли, у него, я не знаю. Вот очень все хорошо получается. Лечение просто прекрасно идет. Где и как располагается этот центр? И это реальная часть большего удовольствия. Переищение труда из Советской. И это даже не другие медицинские центры. Некоторые хороши, но как найти? Здесь все просто и видно. Большая часть маршруток здесь. Трамвайное кольцо здесь. Все, что нужно для дома, это хавка через дорогу. Все другое здесь. И машины, и ремонт. В смысле, ремонт квартиры. Что еще нужно? А нужно ваше здоровье, которое вам дарит центр Индиго-магнитки. Улица Советская, 195А. Господи боже мой, когда такой центр окажется в моем районе? В районе вокзала? Потому что суммы, которые здесь присутствуют, меня лично заставляют смеяться, естественно. Представляете, идеальный вариант качественного отдыха, качественный отдых. И давайте все-таки определимся. Я не сторонник очередей. Но иногда такое случается. Да, мне приходится с болячкой и все остальное. Но я бы желал, чтобы все наши заведения были бы такого уровня. И это было бы очень красиво. И для вас, и для меня. И для вас, и для меня.